Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем обсуждать самые интересные трансферные слухи, связанные с российскими командами. И сосредоточимся на московском Спартаке и Ростове, которые в ближайшее летнее трансферное окно могут провести масштабный обмен своими футболистами. Красно-белые могут подписать Чистякова, центрального защитника Ростова и сборной России, ну а в обратном направлении может отправиться Мирзов, который, напомню, ранее как раз Ростову и принадлежал, а также, что очень интересно, туда же может отправиться и Гулиев, который также выступал ранее за Ростов. В общем, любопытная здесь раскладка и давайте порассуждаем, насколько этот обмен выгоден для Спартака, для Ростова и что он может означать для этих футболистов. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, давайте начнем с московского Спартака. В принципе, для них ситуация сейчас предельно ясна. Коллективу нужно укреплять центр обороны с точки зрения глубины состава. Ну а многие, возможно, скажут, что здесь требуется и определенная замена для Кутепова, потому что он все-таки не всех пока устраивает своим качеством игры. Жигой и Джики – это футболисты, которые получают куда меньше критики, а Кутепов – это, наверное, тот исполнитель, который немножко застоялся в своем развитии. Поэтому здесь определенная конкуренция ему необходима, а ее фактически нет. Напомню, в Спартаке сейчас три центральных защитника в основной расстановке. И таким образом, все три позиции заняты хорошими качественными игроками, но за их спиной нету никакого резерва. Гапонов, Маслов – это совсем молодые парни. Ну а что касается Крала, он, конечно, универсал и по-своему полезен, но это немножко не тот вариант, который может быть постоянным сменщиком. Поэтому здесь ситуация сложная. С одной стороны, нужна и конкуренция, чтобы ведущие защитники не тосковали, с другой стороны, нужен и резерв на случай травм, потерь и так далее. А тот против Оренборга вышел, Маслов и накосячил в первом же матче за старший состав. Есть о чем призадуматься. В общем, Чистяков здесь будет очень даже в тему. И, скорее всего, он может стать игроком стартового состава. Уровень игры он показывает очень высокий, при этом у него есть поистине уникальные умения. Он лучший футболист России по игре на втором этаже. В среднем в этом сезоне он выигрывает почти по 8 верховых единоборств. Для сравнения, второй игрок России в этом показателе, Диспотович, выигрывает меньше 6. Почувствуйте разницу. Она действительно здесь существенна. При этом Чистяков обладает хорошей первой передачей. Он тактически довольно грамотный. Он российский футболист, что очень важно для будущего лимита. И таким образом Спартак может укрепить свою защитную линию. А мы знаем, что Тедеско – это человек с достаточно прагматичным подходом к футболу. В принципе, Доминико может играть в атакующем стиле. Но его основной маневр – это все-таки работать от защиты и быстро переходить из обороны в атаку. Для этого, конечно, нужен Чистяков и игроки высокого уровня. Если посмотреть на сайт WhoScored, который подсчитывает из всех техника тактические действия, то здесь Чистяков является четвертым лучшим игроком среди россиян, и он действительно может укрепить Спартак. Ну и при этом команда избавится от ненужных активов. Гулиев в последнее время почти не играет. Мирзов тоже появляется на поле по большим праздникам. И, объективно говоря, сейчас они команде не нужны. Гулиев проиграл конкуренцию Умярову. При этом есть Зобнин, есть другие исполнители, способные выйти в центр поля. Что касается Мирзова, у него ситуация здесь еще сложнее. Он не подходит под схему Доминика Тедеско, которая используется данным наставником. На позицию крайнего защитника латераля он не потянет в плане обороны, а перемещаться на позицию центрального нападающего или центрального атакующего хавбека, как Бакаев, который тоже приходил в Спартак, ну, точнее, возвращался в Спартак вингером, а стал атакующим центральным полузащитником. Вот с этим Мирзов, наверное, не справится. Бакаев справился, а вот Мирзову, как мне кажется, немножко не хватит интеллектуальности, что ли, в плане футбола. Ну и еще один важнейший момент, это, конечно, финансы. Спартак в текущем сезоне ушел в серьезный трансферный минус на 12 миллионов евро. И таким образом команда может попасть в поле зрения УЕФА и прочих организаций, которые следят за финансовым фейерплей. Плюс к этому, напоминаю, что в следующем сезоне красно-белые практически гарантированно должны будут выкупить контракт Соболева и потратить на это несколько миллионов. И таким образом бюджет трансферный у Спартака будет сильно ограничен, потому что если красно-белые будут тратить еще больше, ну, тогда действительно могут последовать санкции. И если красно-белые смогут вернуться в Еврокубки, их запросто могут от них просто отстранить. Поэтому здесь от греха подальше нужно искать экономные варианты. Либо, например, варианты на обмен. Ну а что касается Ростова, у них ситуация не такая однозначная. Частяков, конечно, важнейший игрок. И вот недавно он получил травму и стало заметно, насколько системообразующую функцию он несет в коллективе. Без него оборона донской команды уже не та. И поэтому, конечно, он очень важен для коллектива. С другой стороны, Ростов сейчас имеет прекрасные шансы на попадание в Еврокубки. А стало быть, нужно расширять обойму. Нужно держать большое количество качественных исполнителей, чтобы сражаться на несколько фронтов. А то знаем мы примеры, когда команда пробилась в Еврокубке, но не потянула борьбу на несколько фронтов, и в результате может вообще оказаться в зоне вылета. Как, например, Эспаньол в текущем сезоне. В Лиге Европы они там бьются, а вот в Испании они взяли, да и облажались по полной программе. Сейчас могут отправиться в низший дивизион. Поэтому, на мой взгляд, здесь ситуация очень неоднозначная. И с одной стороны, Ростову, конечно, нужно расширять обойму. С другой стороны, будет очень жалко терять Чистякова. Но мы должны понимать, что Чистяков – это самый ценный, наверное, актив команды на данный момент. И, скорее всего, в ближайшее время Ростов все равно его потеряет. За большие деньги, за малые деньги, не суть важно, Чистяков перейдет либо в «Зенит», либо в «Спартак», либо, возможно, в «Краснодар». Он действительно интересует очень многих. Сильный центральный защитник с российским паспортом – это вещь на вес золота. Поэтому здесь и команда потихонечку уже подстраивается под будущую возможную потерю Чистякова. Они подписали Осипенко, они наигрывают молодого и талантливого Хаджика Дунича, чтобы он постепенно, возможно, стал новым лидером защиты и так далее, и тому подобное. И здесь Ростов уже потихонечку, видимо, смирился с тем, что рано или поздно отдаст этого футболиста. Главное – подобрать удобное, хорошее предложение. И здесь «Спартак», в принципе, неплохой вариант тоже вывалил для Ростова, потому что они получают двух игроков, возможно, получат еще и какую-то финансовую надбавку, дополнительные деньги, чтобы уравнять, так скажем, ценность активов. И, разумеется, в этих условиях Ростов может пополнить количество атакующих игроков. И это расширит скамейку запасных. И Гулиев, который может укрепить середину поля, способен несколько стабилизировать коллектив. Потому что Эвелин Попов, который действует на позиции второго опорника, рядом с Норманом, на мой взгляд, это большой риск, потому что он не всегда успевает закрывать нужные позиции, он не такой цепкий футболист. В последнем матче Ростова в текущем сезоне это, кстати, было заметно. Там из-под Попова был забит мяч, как раз-таки, когда Болгай не успел заблокировать удар. Поэтому здесь хороший цепкий опорник, которым является Гулиев, может пригодиться. Тем более мы должны понять, что Гулиев прекрасно играл в Ростове, как раз-таки, при Валерии Карпине. А дальше уже оказался в «Спартаке». Кстати, похожая история была и с Мирзовым. Он провел в сезоне 2018-2019 года три матча в составе Ростова под руководством Карпина, выходя, правда, со скамейки запасных. Но мы должны понимать, что на тот момент он был не таким заметным игроком. Он пришел из Торсна, где провел не самый, наверное, успешный сезон, ну такой вот неплохой, но не выше того. И Мирзов тогда считался просто, вот знаете, подающим надежды технарем. А учитывая то, что дальше он перешел в «Арсенал» и там раскрылся, как, можно сказать, звезда на нашем российском уровне, сейчас, наверное, у него будет больше шансов проявить себя в Ростове. То, что Валерий Карпин знает обоих своих потенциальных новичков, это тоже большой плюс. Ну и разумеется, это расширение обоймы, это появление новых исполнителей, это игроки, которые неплохо должны подойти под стилистику команды. Тот же самый Мирзов, вот понимаете, в прошлом сезоне он для Ростова мог бы стать мертвым грузом, потому что команда играла по схеме 3-5-2, ну, собственно, примерно той же, которая сейчас используется с «Спартаком». А вот сейчас в схеме с четырьмя защитниками Мирзов может быть очень актуален для Карпина. Тем более, что один из лидеров команды «Ионов» достаточно возрастной футболист, в этом сезоне он часто травмируется, и ему, конечно, нужна здесь подмена. Мирзов со своей техникой и скоростью может эту функцию выполнить. Ну и, кстати, несмотря на всю критику в его адрес, хотелось бы отметить, что в «Спартаке» он в 18 матчах забил гол и отдал три голевые передачи. Это 4 очка по системе «Гол плюс пас» за 740 игровых минут. То есть его эффективность далеко не такая посредственная, как многим может показаться. И, в принципе, как скоростной и маневренный футболист, при этом с отличной техникой для российского-то игрока, он может здесь пригодиться. И хотелось бы отметить, что в «Спартаке», где большая ставка делается на коллективный футбол, Мирзов смотрится порой не совсем уместно, со своим эгоистичным стилем игры, когда он просто тащит мяч, опустив голову, несется куда-то и так далее. А вот в Ростове такие футболисты более актуальны. И, как мне кажется, здесь возможностей для импровизации у Мирзова будет куда больше. Ну а касательно Гулиева, в середине поля он может добавить вариативности, потому что способен соиграть как опорника, так и более атакующего хавбека. В связке с Норманом он способен взаимодействовать как второй бокс-то-бокс, то есть каждый игрок способен оттянуться назад в опорную зону и подключиться к атаке. У Гулиева есть отличный дальний удар, и таким образом у Ростова будет мощная дальнобойная артиллерия. Вот и Еременко, и Гулиев, и Попов. В общем, здесь вариантов достаточно много для использования этих футболистов. Единственная проблема – придется отдать Чистякова за все это великолепие, а это может быть очень высокая цена, учитывая то, как Ростов действует без этого самого Чистякова. Но это мы уж посмотрим, справится ли Карпин с возможными проблемами, с перестройкой защиты и попыткой найти нового лидера. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока!